приветствую всех на канале привет я индия не забудьте поддержать канал лайком и оставить комментарии если честно мы очень опаздывания я вообще не знаю успеем ли мы куда-то зайти я прошлый раз заприметила такое классное место под названием тюрьма ну не знаю сегодня попадем или нет собралась тоже буквально за пять минут вообще моя любимая футболка брюки когда не знаешь что одеть вот футболка и брюки и все так что будем выдвигаться доченьку еще нужно забрать по дороге она у своих друзей сегодня в воскресенье муж тоже пришел сегодня сейчас только из тренажерного зала ну а я занималась сегодня всякими домашними делами ютюбом ну чтож выдвигаемся пока пока до встречи уже там куда мы пойдем его на смене напускали меня нет нет по этой же дороге по данной буро я ебидула и палки нет нет дальше вала которая возле этой я прошлый раз здесь стояла когда я очень сильно испугалась здесь же бедный район я стояла очень долго где-то полчаса а потом оказалось что я вообще не там стою у нас сегодня дождик между прочим дождик в индии дождливую погоду считают очень романтической там уж до начале а почему именно романтической раджишь что что и в этом романтического под дождем то никто не будет такой сильно дождение который когда чуть-чуть да и хорош как это заработает так сейчас мороза даму расчитается вот сейчас тоже как морозит дождик не так сильно прямо и что и идти посидеть пить чай возле окна и смотреть на дождь и ламрой а вот как то что не у кого-то подруга есть ездишь со своими подругами конечно далекие поездки до дождь драйв мне время там много-много бывает это вот это же поздно приходишь значит после работы да 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 это было мне много время с примет зрители думают что у тебя очень много времени есть и вообще расскажи зрителям расскажи когда все это кончится сколько ты еще будешь меня терпеть переживаю за тебя все понимаешь а если ты думаешь что зрители думают что я много гуляю да а ты сама знаешь какой у меня работа ты даже приходит ко мне кабинет тоже да ты видишь это причем сказать без предупреждения даже приходил так что кто знает ну ты так думает мне все равно что обо мне куда ты едешь муж ты не туда едешь хорошо давай вот так разворачивать разворачивайся оттуда муж расскажи вот эту историю про доктора которого у которых жена внезапно пришла ревнивая еще бьем шага когда ты работа ну расскажи интересного да ты рассказывал что к одному доктору индийца пришла его жена и нет это он рассказывал что она дома бросила в него или ножницы или нож от ревности ну расскажи расскажи она умерла у нее были проблемы не проблема не время иногда бывает да это сами когда просто сердится да что-то не сказано на я думала она очень ревнивая и постоянно она типа ну говорит почему все говорили что она действительно в госпиталь приходила к нему нет ты пробьем шабры ждала да какая-то там была докторша нет кстати вот приехали в колонию а ты звонил я не что мне вот дожди подожди подожди секундочку я она прислала нам свою локацию и пока мы вот едем на место назначения решила вам поснимать эту колонию это тоже вот толпу рей но я смотрю здесь намного чище дороже за это одни и те же вот строили одна и та же компания очень чистая очень такая большая нравится мне здесь смотрим какой явный здесь подружки дом я смотрю здесь дома тоже в основном в основном одинаковые вот сами постройки но я смотрю что цвета уже у всех разные то есть немножко немножко они вида изменили хотя хотя это вообще-то неправильно но я смотрю многие вот балкончики например себе достроили я думаю это мандир это точно это вот храм строится дома все одинаковые некоторых просто вот балконы застекленные смотрю как сделали как типа комнаты вот этот видите тоже вот как застекленный балкон целая комната многие вот так вот делают как комнаты для своих детей чтобы там учились допустим сидели лишняя получается комната в доме ухты какой какая большая прям колония то есть довольно таки много места здесь приехали это вот этот вот дом наверное подожди подожди раджиш остановись я позвоню из какого дома она выйдет я не знаю я смотрю во многих домах даже охрана вот такие вот будочки ставят и все это дело под охраной ну а такие вещи как камера так это вообще как бы в каждом доме камеры в наше время ставят каждые и места так много для парковки дороги такие вот довольно таки широкие нравится мне здесь очень даже нравится зеленого посмотрите как какие вот газоны вычищенные прямо травка подстриженная растение все тоже вот сделаны в хорошей форме то есть не не как попало растут во всяком случае я так думаю наверное здесь яночка моя отсюда слышу голоса да да моя януська здесь моя януська здесь слышу ее тоже немножко вот вида изменили стекла поставили вот вместо перил вот так на мосты на вас ты это мама мама красивый дом понравился мне дом твоей подружки а я не знаю эту подружку ян это какая-то новая знаешь наверное наверно не узнала я ее просто они тоже агро вам наши касты какие-то в общем даже связаны с нами какими-то отношениями какими-то браками ну то есть внутренние такие вот такие вот отношения в общем какие-то связи с нашей семьи да да они очень богаты я наговорила и раньше ну и вот здесь и судя по дому конечно видно что действительно люди состоятельные несколько машин несколько машин возле дома конечно 33 машины у них было ну я не знаю то есть та группа в которую мы вошли это он и есть президент короче говоря мы вошли в одну группу сейчас как это называется рот 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 ри вошли в одну группу это как клуб клуб считается очень большой ну вчера у них была встреча раджишь тебя не было я тоже конечно же не пошла и в общем президент этого клуба и и получается родной дядя до старший старший дядя ну мы пока с ними не знакомы но мы уже в одном клубе поэтому следующий раз я думаю познакомимся обязательно ну в этот раз раджиша не было он был в хайдерабаде опять поэтому не удалось встретиться вообще думаю вчера встреча была очень интересная мне бы конечно хотелось сходить без тебя не хотела я как это откуда я знаю вчера позвонила него и сказала что в нашем в клубе в которой мы вступили будет вечеринка и говорит ты едешь я говорю нет я даже во первых не знала потому что у нас раджиша нету а я одна зачем пойду в принципе в клуб мы когда вступали там документы все-таки подписаны на наших мужчин были все-таки раджиш этому я думаю как для первого раза идти знакомиться нужно все-таки со своим мужчиной со своим мужем все же таки ну а потом дальше принципе могла бы и пойти еще с кем-то с парой еще с нашими праздниками и сказать обиду я к карьеру диск сатопиняйте вот папа тоже говорит я не о том что скоро не будет время у вас встречаться потому что она осталась в той школе это ее подружка у я на уже в другой школе так и бывает доня ну конечно друзья остаются будете когда-то встречаться ну конечно не так как раньше что прям вот как раньше вы встречались прям каждую неделю куда-то ходили ну да ну кроме того если мы будем встречаться в клубе вы тоже можете там прийти и встречаться тоже вариант да тоже вариант всегда мне хочется показать вам это место но именно в воскресенье гурудвара всегда очень красивая гурудвара это храм не хинду а вот панджаб сикхав панджаб сикхав вот у них так такие вот бывают очень отличаются от индийских храмов они именно всегда с бей белые такие вот башнями у меня конечно внутри было но сегодня мы туда не пойдем это мы уже подъехали на гурудвара я хочу попасть в этот парк тот день когда мы были здесь уже закрывалась но я смотрю там очень много людей молодежи есть разные кафешки интересные здесь тоже посмотрите сколько вот таких вот разных мелких бестро ну конечно бестро их назвать трудно прям это прям такие киоски можно сказать здесь на нигерунагар очень много таких брата опять проблемы постоянно звонят у него температура в общем со здоровьем постоянно у него проблемы просто не заканчиваются приехали после операции все равно чем все равно ему не лучше посмотрите что сегодня творится что сегодня творится воскресенье ходят пешком пересекают нам дорогу смотрите откуда кто откуда хочет тот оттуда и выезжают я хочу вот этот вот под названием тюрьма вот этот кафе хотя бы зайти сейчас будем смотреть я хочу хотя бы зайти и посмотреть что там внутри даже самое название меня удивило прошлый раз вообще вообще где мы проезжаем это место сплошных вот этих придорожных кафе но они конечно более такие модернизированные украшенные потому что это нигерунагар здесь живут более такие богатые люди такие богатые колонии поэтому здесь даже обычные придорожные кафе они такие более крутые чем допустим нашем районе смотрите есть где 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 а вот смотрите центральная тюрьма я же говорила вам интересно ну посмотрим хоть да пойдемте внутрь в последнее время стали так украшать прямо вот кафешки смотрите действительно как тюрьма я не ошиблась полностью решетки стоят заключенные ухты внутри полностью тоже все в решетках посмотрите яночка нужно спросить место на я так понимаю это такой вот большой зал ну все в решетках полность но это вот так наверно для мероприятий разных а вот каждая семья сидит прям за решеткой но здесь пусто я смотрю я на мы можем сесть здесь представьте такие решетки просто вот конкретные тяжелый представлен как тебе здесь янусь как тебе здесь говорю да уже занято но роста раз он украшает я думаю здесь наверно будет день рождения давай она туда пройдем справа спросим есть ли место ну молодежь в основном сидит кстати место не так уж и много ну вот вот ну но я не знаю это мало места я на втроем не нормально нельзя вы посмотрите на место конечно маловато разные здесь столики но здесь мы вот одно есть такое свободно но здесь мы точно не поместимся нет ничего зашли посмотрели в следующий раз мы можем прийти ну в общем уходим мы отсюда кафе очень кафе очень маленькая конечно да и она то есть для маленького количества людей и за счет того что они поставили внутри решетки конечно столов много не помещается папа пошел парковку делать но нам придется отсюда можем да можем здесь тоже здесь побольше места давай ну папу нам надо подождать я на папа думает что мы сюда пошли а мы пойдем другой вот этот я который я тебе говорила ресторан тоже смотри три этажа и на трех этажах вся разная еда там тоже интересный очень концепт да на трех этажах и на трех этажах абсолютно разная еда сюда тоже можно сходить внутри очень классно раджиш ну там места нету совсем там уже и резерве зарезервированные места куда-то нужно нам еще ну а внутри вообще все сидят молодежь только сидит раджиш одно место было свободно но там прям места не было маленькая лавочка и втроем все равно хочешь пойти туда ну или или поместимся будем вот так вот сидеть прям хочешь все-таки зайти ну смотри ну прикольно внутри полностью как тюрьма сделано не знаю я не спрашивала вот девочки фотографируются прямо типа как возле тюрьмы возле этих решеток но это какой-то вот прям новенькое кафе раньше его точно не было я его случайно случайно увидела на прошлой неделе когда мы гуляли с друзьями и проезжали просто мимо янка тоже фото фотографии делает в общем все понравилось но здесь нет мяса раджиш и яна хотят мясо поэтому идем мясной ресторан все-таки второй раз уходим отсюда к сожалению а вообще концепт очень понравился раджиш тогда забирай нас туда где мясо сразу ты же знаешь где мясные заведения зачем ходить туда-сюда если вам надо мясо а слышишь раджиш а вот это вот рупеш говорю что три этажа разные здесь мясное есть или нет тоже не мясное вегетарианских так много стало слушай ну веди тогда мясное какое-то заведение у старого спрашивают где у вас машина пришли вот в какой-то ресторан под названием лазис раджиш по всей видимости здесь был уже и знает но ему сказала веди нас сразу такой ресторан где мясо раз вы мясные хотите мясо мне то принципе все равно я могу есть абсолютно где угодно прикольненько здесь тоже смотрите типа как возвышаются как домики до ресторан такого как на воде интересный тоже концепт ну пока наши садятся я хочу вам походить немножко поснимать потому что сейчас мы будем очень быстро здесь заказывать и есть видите как как полностью как как ресторан в воде хотя кстати воды сейчас немного я так думаю что они спускают немножко воду лишнюю я смотрю там вот насосы даже есть потому что сейчас сезон дождей и и так достаточно льется вода здесь открытая кухня здесь открытая кухня у нас я не буду дальше идти снимать на первый раз кстати в этом ресторане поэтому не хочу снимать здесь я так думаю для такие открытые банкеты можно сделать как на свежем воздухе под открытым небом здесь здесь с кондиционером такой зал но мы с кондиционером не хотим мы хотим на свежем воздухе посидеть сидят посмотрим что здесь имеется в меню но 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 наша семья вся в телефонах и она и папа что в этом и я я работаю я работаю для брата что-то смотришь а ты я на что делаешь ты тоже работаешь ты тоже работаешь а что ты делаешь расскажи почему в телефоне когда ты с нами с семьей мы зачем тебя привезли сюда стала бы с тобой делать ну у меня работа такая она для нас принесли супчик какой суп вы заказали какой суп заказали яночка манчао куриный суп ягапы ягапы манчао куриный суп и к нему какие-то всякие приправки перчики соусы и мне если честно вообще не хочется сегодня курицу вот правда не знаю почему то чувствую что я не хочу сегодня ой красавчик golden тоже ретривер золотой ретривер красавчик у нее подружки собака собака тоже есть Раджеш ну ты вообще папа только тебя видит и все а ты лимонную курицу заказала ну это янушка я знаю что она любит лимонную курицу и что-то еще одно будет да Раджеш что еще вы там заказывали не знаю монтаж не знаю монтаж какой-то курица ну все они все курицу заказывают в мире бас экдопис и далвина я говорю бас 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 кафе я говорю мне только пару кусочков я не в настроении что-то чьё не знаю дает 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 последнее наше блюдо здесь мясо ножки я от своего отказалась раз уж сначала заказывал три но я не хочу салатик и чать яночка покажи поближе короче здесь очень интересный оказывается рецепт куриная ножка нашпигованная фаршем с какими-то приправами то есть не просто ту половинку покажи поближе я покажи мне в тарелке я хочу нет в тарелке покажи яночка прямо тарелку да я хочу показать поближе смотрите как интересно первый раз такое ем видите внутри фарш в ножке ну как вкусная она или нет андарбитико да так я же говорю фаршем вкусно или нет скажи вкусно пиво соль немножко соли больше сколько 976 976 976 правильно я сказала на русском ну в принципе ничего и не заказали особо только супы и два мясных блюда вот такое еще приносят это называется сок ну и зубочистки все мы отсюда уходим быстренько у нас время у нас время нашего фильма уже поэтому поэтому мы сильно ничего и не заказывали просто время занимает для приготовления это кстати тоже такой ресторан как придорожное кафе считается вы видели вот 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 вот